привет мои дорогие я знаю что не случайно ваш пальчик выбрал посмотреть потому что если вы сейчас отдыхаете если вам грустно может быть немножко грустно или сильно грустно и вы думаете за что такие испытания боль разочарование почему так получилось и вообще будет ли заканчиваться вот эта темная полоса тот кризис рессии вообще-то все что вокруг нас и будет ли светлая полоса и вы спрашиваете у себя вот за все эти страдания будет ли мне награда потому что нам кажется что у других людей все хорошо вот почему им награда есть а мне нет во всяком случае для вас посмотрю вы во время отдыха проведете хорошо досуг и размышляйте на приватные ваши темы с моим скромным лицом с как мой друг если желание пожалуйста я таролог и я в общем то знаю как читать карту так что я могу вам помочь и так какая же будет вам награда за боль страдания переживания на прекрасных золотых картах таро золотого искусства награда за боль потери и разочарование потери могут быть финансовые или потери вообще дружбы любви какого-то человека дома своего как у кого можем все нужно чистого леса начинать даже еще в другой стране в общем будет ли вам как эта награда настанет ли время когда у вас будет все хорошо как вот в нормально и еще разочарование если например вы работали где-то и потеряли работу или жили и припеваючи нормально и вдруг вам пришлось уехать по обстоятельствам которые от вас вообще не зависят вот это разочарование да например мы вложились в компанию 10 лет проработали а потом оказалось что начальник начальник такой такой ну совсем не невозможно с ним работать или еще что-то и приходится уезжать приходится переходить на другое предприятие или приходится искать другую работу это разочарование ну а боль может быть душевная боль если предал близкий человек или же какие-то ни за что сделали очень плохо вам то есть вот вот такие вопросы и три карты ответят на ваши вопросы а потом продолжим и разговаривать об этом и так верховная жрица эта карта конечно вынесенного опыта жизненного мудрости верховная жрица имеет у себя у короне в короне луну все фазы луны и это говорит что жизнь меняется и выиграет тот кто идет с переменами кто идет вперед к прогрессу кто понимает что жизнь меняется мир другое новые новый принцип общения с людьми но новый принцип вообще везде в жизни раньше государства играли роль теперь только экономики раньше большая или маленькая страна играла роль а теперь играет роль только одно как там люди живут хорошо ли там живут люди обладают ли они свободами зажиточно они живут или нет достаточно ли не зарабатывают и так далее в общем жизнь меняется и на верховная жрица вот все фазы луны в короне это говорит что прав тот и счастлив тот кто идет с переменами жизнью вперед и нам нужно успеть идти жизнью нравится или не нравится часто не нравится потому что нам кажется что раньше было лучше это нормально но нужно иметь это чувство раньше было лучше от сока и никуда не денешься от него и все равно идти вперед не отказывать себе эти вперед ну что легко остаться назад и превратиться в соляной столб но вот еще верховная жрица говорит боль будет ли награда за боль верховная жрица то мудрость мудрость времени мудрость перемен боль уйдет когда примем перемены принесу счастье и тогда боль уйдет уйдут ли разочарование потому что я обозначила что такое разочарование разочарование уйдут когда вы перейдете на новое место работать или переедете устроитесь там и приспособитесь привыкнете уйдет вот это разочарование и придет счастье потому что верховная жрица переменах и еще уйдут ли потери конечно потери уйдут потому что потери долгими не бывают когда вы новые деньги заработали заработаете новых друзей разработаете а еще верховная жрица она держит свою ногу на луне да и это мы даже не знаем потому что луна в таком состоянии старая то луна или новая но она держит ногу на ней то есть она контролирует она контролирует свое время есть время общее и там мы не контролируем и только с ним движемся вперед есть свое время свое время мы контролируем мы контролируем что делать в это время чего не делать что оставить на потом или вообще бросить ну что не нашу она держит ногу на луне контролирует свое время и вот тогда когда вы начнете контролировать свое время например мы разочарованы мы плачем мы не контролируем время этим наоборот мы теряем время и боль приумножает боль слезы приумножают слезы как мы контролируем время когда мы говорим вот было больно но это опыт и идем дальше это очень мудрая карта она вам здорово может помочь и карта будет с вами разговаривать даже без моих слов и вторая карта это паш чаш потому что именно паш чаш говорит об очень важные вещи поиск пажи всегда ищет решение чтобы боль ушла нужно искать там где не больно чтобы ушло разочарование нужно искать там где не будем разочаровываться ну во первых не очаровываемся самом начале а просто пропускаем все перед себя ни к чему не привязываемся да и потери паш ищет выхода у него даже если но вот пажа так как вы если были потери так больше не будет что есть выход паж это поиск но а чаш это любовь поиск того что мы будем любить это профессия жизнь бытовать бытовые условия которые вам нравятся вас устраивают или же это любовь это ищем себе партнера который нас будет устраивать которым будет легко не нужно будет ни себя не его переделывать и тогда уйдет боль потери и разочарования когда будет поиск начинаем искать то есть активное действие верховная жрица призывает к мудрости а паш дает активное действие и еще у нас семерка жезлов это такая сложная карта и это очень интересная карта там вы вроде бы отбиваетесь от врагов которые все ниже вас то есть у вас больше таланта больше опыта больше умения больше любви больше знаний больше миролюбия вы отбиваетесь от всех кто кто ниже вас то есть не нужно опускаться на план на планку врага нужно подниматься над собой каждый раз и тогда эти враги останутся глубоко внизу и у вас будет благословение будет награда на самом деле по семерке жезлов обязательно будет награда жезла возрождение энергии у вас будет награда возродиться вашей энергии замечательный расклад на мой взгляд и он многое многое показал всего три карты а сколько помощи я могла бы еще долго говорить но наверное здесь эти три карты сказали все что я хотела сегодня сказать вам так что держимся идем к победе и еще я имею эту колоду перед собой вот я еще возьму карты которые все-таки покажут вас вот кто вы по мнению высших сил кто вы по мнению высших сил смотрите дьявол вы скажете что такое почему дьявол вышел вот такая карта да на самом деле дьявол эта карта страха вами владеет сейчас кто-то или что-то вами может владеть привязанность к чему-то к негативным мыслям к лишней идее в общем к чему угодно или же к вашим врагам к ним и привязываемся потому что мы над ним постоянно думаем дьявол может быть просто страх по мнению высших сил сейчас возле вас есть какая-то сила которая вам не нужна темная сила на слабо вот и так что еще высшие силы знают о вас две карты возьмем ухты колесо фортуны видите семерка жезлов да вы поняли и колесо фортуны вот эти две карты победят дьявола это дьявол может быть человек вашем доме который действительно ведет себя не по человеческим что такое дьявол не человеческая сила и у вас будет все хорошо это колесо фортуны вы будете радостные богатые благополучные красивые счастливые будете здоровые потому что это радость это как солнце это все будет колесо начнет поворачиваться и вот эта сила зла она уйдет потому что колесо поворачивается и сила зла уходит но по семерке жезлов не ассоциируясь с теми кто ниже вас по знаете по каким-то по энергии по энергетике у которых низменные низменные мотивы они ниже вас у них не у них низменные мотивы поэтому вы выше их о чем там говорить а вот еще возьму карту на что будет карта туз чаш будет любовь будет новое начало туз это начало и чаш это то что вы туда вкладываете принято думаю что чаши это только любовь не я говорю что чаши это то что вы вкладываете чаш это контейнер это просто железный контейнер кстати холодный даже на ощупь поэтому у нас мозг и эмоции должны быть холодные прохладные когда мы слишком эмоционально это не здоровье это нехорошо для нас контейнер должен быть прохладной и что вы вкладываете в эту чашу чего вы для себя хотите здесь солнце сходит новое начало любви или работы хорошей вот вы получите то что вы запланировали для себя что еще до судьба или чего убережет вас до судьба стабильность это карта стабильности ты очень хорошая карта даст судьба стабильность до судьба хороший доход стабильных друзей стабильную семью стабильный дом все что хочется вы будете идти в правильном направлении потому что здесь золотые дороги видите ногах вы будете держаться потому что вы держите эти пентакли ногами держаться правильного пути у вас главное правильное намерение и планы в голове то есть все будет хорошо что еще до судьба или где предупредит вас в чем-то это интересная карта это вроде бы и король король меча на самом деле зачем нам такой король который агрессивные даты агрессивный король это может быть мужчина который вас обидел уже я видел и вы большему не доверяете может быть начальник агрессивно это может быть вы у вас агрессия к себе вот чем дело на эти как написано в какой-то из мудрых книг искали врагов и нашли и это мы сами вот мы себе сами враги нельзя быть себе врагом и каждый раз нужно мониторить проверять враг ли я себе когда себе враг когда не уважает себя потому что уважение это супер прежде всего человек себе враг когда не уважает себя ну вот не уважаем себя потому что общаемся с теми то нас обижает это уже сами себе враг на же никто не привязал до враг когда мы едим плохое думаем плохую говорим плохое себе или другим в общем избавляемся от этого врага но это может быть тоже вот просто нехороший человек вокруг вас возле вас от него нужно уходить что еще посоветуют карты что вам советуют карты какую дает рекомендацию ой вообще да вы поняли это верховная жрица и она говорит смотри смотри внимательно жизнь меняется все фазы луны в руках тора мудрость жизни мудрость а торой смысле мудрость от моего жизненного опыта от от вашего смотри все меняется в ваш жизнь будет очень меняться в скором времени к лучшему ну что вы будете поступать мудро с переменами вместе и вы держите фокус свой на луне то есть луна то личная жизнь человека это это то что человек может контролировать вы контролируете свою жизнь и это баш пожалуй единственное что мы должны контролировать иначе будет плохо если мы будем пробовать контролировать других никогда ничего хорошего не выйдет даже если ребенок и вас любит как свою мамочку но он будет в ребел он будет возмущаться он будет уходить он будет отделяться от вас он будет убегать от вас если вы захотите контролировать ребенка партнера контролировать тоже нечестно потому что он же взрослый человек контролировать вообще кого-либо нельзя и это уже но новые новый закон как сказал христос когда-то я даю вам новый закон закон любви но на этом с добром не кончилось потому что две после два последние тысячелетия у нас вот это у нас насилие у нас крестоносцы приходили и издевались страшным образом не только крестоносцы вообще все миссионеры наслаждались свое я знаю лучше я умнее они так говорили и что вот этим все закончилось то есть вот этот закон который дал даю вам только один закон закон любви ну хороший учитель был но наверное было ранее раньше своего времени если вы христос сейчас родился он на скорее все дал этот же закон но мне кажется может больше готовы к тому к такому закону большинство из нас больше готовы к закону любви то есть любви с другими миролюбия с другими и вот и все и только этот закон нужен чтобы вот это больше не было на земле вот так все просто прекрасный расклад много мудрости много помощи вам желаю вам счастья здоровья всего самого лучшего обнимашки медвежьи и до встречи пока пока мои дорогие а а а а а а Продолжение следует...